Танго, пожалуй, единственный бальный танец, который пережил свое время и продолжает привлекать все новые и новые поколения. Не так давно на Бродвее с огромным успехом шло танцевальное шоу Forever Tango, то есть Танго навсегда. А теперь на сцене Джойс Театра в манхэттенском Гринвич Вилледже идет танцевальный спектакль Nuit Blanche, Бессонная ночь, в исполнении франко-аргентинской танцевальной группы Sia Union Tangera. Действие происходит в танго-клубе, где курят, пьют, завязывают отношения. Одна пара танцует, остальные смотрят. Но невозможно просто смотреть, как танцуют другие, и не пойти танцевать самим. В танцевальном спектакле, который можно назвать танго-балетом, много юмора и новых решений, уходящих в модерн. Хореограф-постановщик Эстебан Морено построил спектакль на семи танцорах – трех женщинах и четверых мужчинах. Таким образом, все время один из мужчин оказывается беспартнершей, и это рождает конфликты, борьбу, интриги. Классическое танго появляется на сцене всего дважды. Остальное время отдано новым интерпретациям. Традиции танго служат здесь фундаментом для театральных новаций, таких как, например, мужское партнерство. Довольно затянутая, хотя танцевальная техника обоих танцоров на высоком уровне. Артистам аккомпанирует квартет «Лупанар» с великолепными музыкантами – скрипка, фортепиано, бандонеон и контрабас. «В чем секрет аргентинского танго, переходящего с танцевальной площадки на театральную сцену и обратно?» – спросил я по окончании репетиции у постановщика и участника спектакля Эстебана Морено. «Секрет в том, что это танец народный, родившийся на городских окраинах, в рабочих районах. Музыка танго доставляет огромное удовольствие. Ритм танго захватывает вас, ноги сами просятся на паркет, а тело начинает извиваться в такт. Я живу теперь во Франции, но танцуя танго, я каждый раз как бы возвращаюсь домой, в Буэнос-Айрес, в детство. И это так сладостно. Ностальгия – очень хорошее чувство. Светлая печаль». Участница спектакля Клаудиа Джакобсон. «Чудо танго в том, что в этом танце есть и страстная любовь, и муки ревности, страдания и радость, ссоры, одиночество, соперничество, раскаяние, выбор, обретение новой любви и новых страданий. Танго – это сама жизнь. То, что писатель излагает в толстом романе, мы можем сказать в одном танго. Клаудиа рассказала, что в Аргентине музыка танго окружает, вернее, обволакивает вас с детства. Она слышала музыку дома, в гостях, в такси, в доме бабушки и дедушки. Но особенно ценить музыку танго люди начинают в зрелом возрасте, годам к сорока, хотя танцуют танго и молодые, особенно в Буэнос-Айресе. Мы создали новую концепцию танго-шоу, адресуясь к молодежи, говоря на более понятном для молодого поколения языке танце модерн. Мне лично традиционное классическое танго ближе, поэтому я не могу забыть бродвейское шоу «Форевер танго». Кто бы и как бы не пытался объяснить, в чем особая привлекательность танго, загадка популярности этого удивительного танца, наверное, останется неразгаданной, потому что танго говорит на языке не ума, а инстинкта, ощущений, эротики, сердца. И в этом его прелесть.